Шумрачи Вечкевейкский Алгат На всех направлениях А наших юных зрителей, представителей мордовской национальности призываю особое внимание обратить на изучение родного языка, ведь именно с помощью родного языка передаются знания от поколения к поколению, а изучение родного языка – это ключ к пониманию менталитета и образа жизни всего народа. Сохранение национального языка и культуры – по традиции главная тема Всероссийского форума финно-угорских народов, одного из ключевых мероприятий в области национальной политики Российской Федерации. В этом году он прошел во второй раз – с 17 по 19 августа. В мероприятии приняли участие более 300 человек из 35 регионов России, а также Республики Казахстан. Деловая часть форума включала пленарные заседания на тему «Этнокультурное многообразие России. Современные вызовы и перспективы развития», а также секции, на которых было озвучено в общей сложности более 100 докладов. Темы докладов затрагивали реализацию этнокультурных проектов, создание информационно-образовательных и медиапространств, сохранение, развитие и популяризацию финно-угорских языков, культуры, традиций, культурное наследие финно-угорских народов как основу для развития туристической привлекательности России, работу с молодежью и другие. Помимо деловой программы, для участников форума была подготовлена насыщенная культурная программа. Открывался форум ярким театрализованным представлением, в котором артисты рассказали финно-угорские предания и легенды. А одним из важных культурных событий форума стал молодежный фестиваль национальных культур «Мы вместе» и фестиваль «Арт-марафон». Форум был организован федеральным агентством по делам национальности России. Его участниками стали представители органов власти, общественных организаций, ученые, педагоги. В делегацию от нашего региона вошли представители Мордовской национально-культурной автономии и учреждений образования. Сегодня в нашей студии участники форума. И мы поговорим о прошедшем форуме и его значении для сохранения национальной культуры и изучения родного языка. Председатель Ульяновской областной Мордовской национально-культурной автономии Владимир Анатольевич Сафонов. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Шумбрата до Елгат, шумбрата до Парова-Мать, шумбрата до Веси-Ульянской ОШСО Эриситне. Добрый день, дорогие друзья. Главный специалист отдела стратегии управления качеством образования Ульяновского института развития образования Ирина Матюнина. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Владимир Анатольевич, Вы возглавляли делегацию Ульяновской области на съезде. Поделитесь своими впечатлениями о форуме и какие самые важные, на Ваш взгляд, вопросы затрагивались на форуме? Действительно, форум был очень представительный. Много очень было представлено и регионов, и количественный состав был очень серьезный. Если сказать только лишь, что организаторами этого мероприятия были Федеральное агентство по делам национальности и Ассоциация финногорских народов Российской Федерации. Это говорит о том, что практически все представители финногорского народа, а их 18 проживают в России, были представлены на этом форуме. Форум проводился в городе Саранске, и правительство Республики Мордовия все сделал для того, чтобы этот форум прошел на высочайшем уровне, и все делегаты и участники этого форума остались, в принципе, довольны в целом, как бы, проведенным мероприятием. Но я считаю, что одним из самых важных и главных вопросов, который рассматривался на этом форуме, это сохранение изучения родных языков. К сожалению, этот вопрос, он одинаково остро стоит для всех народов финногорских, и в частности, Мордовского, который является самым крупным среди финногорских народов. Конечно, это имеет большое, огромное значение в сохранении не только культуры, не только вообще в целом каждого народа. Если язык жив, если им пользуются, есть носители его, значит, жив и этот народ, жива эта национальность. Ирина Эвальдовна, скажите, пожалуйста, предлагались ли на форуме интересные решения в проблеме именно изучения ирзианского языка? На форуме был представлен широкий спектр образовательных проектов. Одним из самых значимых проектов по изучению родного ирзианского языка был представлен Мордовским государственным педагогическим университетом имени Евсеева. Проект – это школа мордовских языков, который направлен на изучение родного ирзианского языка. Уникальность этого проекта заключалась в том, что он может быть использован не только учащимися общеобразовательных школ, но и также жителями нашего региона. Безусловно, форум очень значим для нашего региона. Представленные лучшие практики проектной деятельности молодежи и IT-технологии в культурно-заковом пространстве позволят нашему региону попасть на новый уровень в современных образовательных технологиях. В 2024 году исполняется 170 лет со дня рождения Юртова Аксентия Филипповича – ирзианского педагога, этнографа, автора первого ирзианского букваря на основе кириллицы. Аксентий Филиппович посвятил всю свою жизнь делу национального просветительства. Владимир Анатольевич, я знаю, что в регионе была разработана целая программа мероприятий, посвященная этому юбилею. Расскажите, пожалуйста, о них. – Хотелось бы сказать, что 2024 год становится очень богатым на различные мероприятия. И в частности, как уже было сказано, в этом году исполняется 170 лет со дня рождения первого просветителя мордовского народа Юртова Аксентия Филипповича. И 140 лет со дня издания первого ирзианского букваря, автором которого, конечно же, является Юртов Аксентий Филиппович. В связи с этим мы совместно с Министерством просвещения и воспитания пришли к выводу, что необходимо разработать план работы по просвещению имени Юртова Аксентия Филипповича на территории Ульяновской области. И начиная вот уже буквально с 15 сентября мы начинаем проводить и конференцию, посвященную Юрту Аксентию Филипповичу, его юбилею. Также был создан оргкомитет по проведению этого мероприятия и по празднованию дня рождения. И состав этого оргкомитета приветствовал и лично губернатор Ульяновской области русских Алексей Юрьевич, который отметил, что необходимость велика в проведении этих мероприятий. Имя Аксентия Филипповича Юртова в советское время было малоизвестно, предположительно по причине его деятельности в качестве священнослужителя. После Октябрьской революции борьба с религией велась в нашей стране повсеместно и на разных уровнях, поэтому имена служителей церкви долгое время были под запретом. Независимо от их личных качеств и той роли, которую сыграли в развитии духовной культуры того или иного народа. Вот по всей видимости, поэтому и Аксентия Филипповича Юртова мало знают и в России, и вообще в принципе сами Мар-2 тоже, которые изучали именно эрзианский язык по букварю, который он в свое время создал. Всегда важно помнить, что пока жив национальный язык, жив и народ. И сегодня, в День знаний, мы подготовим для вас, уважаемые зрители, небольшой сюрприз. Сюжет от большого друга нашей программы, преподавателя эрзианского языка, кандидата филологических наук Александра Данильчева. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр, и я расскажу об эрзианском языке. В мире существует около шести тысяч языков, и каждый из них должен развиваться. Эрзианский язык наряду с макшанским входит в финно-угорскую языковую семью. Родственными языками эрзианскому языку являются, к примеру, Мари, это горный и луговой, Удмуртский, Коми, Коми-Пермятский, Саамский и другие финно-угорские языки. Известные люди, которые являются носителями эрзианского языка, это, к примеру, Степан Эрзя, великий скульптор Серафима Люлякина, поэтесса, Андрей Куторкин, Кузьма Абрамов и многие-многие другие люди. Сейчас язык очень хорошо развивается в интернете, поэтому очень важно вести, к примеру, разные блоги на своем родном языке, в том числе и на эрзианском. Говорить на своем родном языке очень приятно. Родной язык – это словно родная мать. Есть язык, значит, есть и народ. Нет языка, значит, нет и народа. Поэтому каждый язык очень важен и нужен. В эрзианском языке очень много интересных знаний. К примеру, в эрзианском языке, как и во многих финно-угорских языках, да во всех финно-угорских языках, нет категории рода. Поэтому здесь мы все называем одним предметом. К примеру, сон – это он, она, оно. Здороваемся мы словами шумбрат, что означает «привет». Шумбрачи – здравствуйте. Шумбрата – здравствуйте. Сюкпря – спасибо. Вас, Томазунок, до встречи, до свидания. Например, чачу-мачи-марто – с днем рождения. Это говорит о том, что в эрзианском языке нет предлогов, но есть послелоги. То есть послелог – это слово, которое стоит после определяемого слова, только вместе с ним реализует свое значение. Прилагательные в эрзианском языке не изменяются. Например, ашокши – белый хлеб, раужо-мода – черная земля, якстеритетя – белый цветок, шумбратрав – нолдауксой свал, бажи, кастомс, эрзянкеленть, де теньсе, сонза, улекламу, изняукст. Передача «Шумбратрав» старается развивать эрзианский язык, и у авторов этой передачи, этого проекта, очень многое получается. Ялгат, все дела мы эрзиане кельде, улить эрвакода отсюда мучить интернетце. Очень много об эрзианском языке есть разных сведений в интернете. Если вы будете изучать эрзианский язык, то и у вас все будет хорошо. От вас, Томас, до новых встреч, уля дешумбрат. Будьте здоровы! Владимир Анатольевич, Ирина Ивальдовна, я благодарю, что сегодня вы были с нами. Хотели бы вы еще что-то добавить? Уважаемые друзья, наступает 1 сентября, и все мы знаем, что это день знаний, большой праздник, не только для учителей, но особенно для ребят, которые учатся в школах. Я хочу обратиться конкретно к 437 ученикам в Ульяновской области, которые изучают родной эрзианский язык в качестве предмета. Дорогие ребята, вы наши звездочки, мы вами гордимся и надеемся, что вы будете изучать и впредь этот наш родной многозвучный эрзианский язык, и он только принесет вам удовольствие в его применении. И, конечно же, желаю, чтобы ваши родители, слушая вас на родном языке, только радовались вашим успехам. Но и всем остальным, конечно, крепкого здоровья и с наступающим праздником 1 сентября. С днем знаний, дорогие учителя! Хорошей вам доброй работы в течение всего нового учебного года! А сегодня мы прощаемся с вами. И я хочу напомнить, что наша следующая программа выйдет 15 сентября на канале Уллправда.тв. И в записи вы всегда сможете посмотреть все наши программы на сайте Уллправда.ру. До свидания! Вас Томазонок! Уллправда.ру Субтитры создавал DimaTorzok